Сегодня утром Сегодня утром я хочу поговорить с вами о том, что Бог положил мне на сердце. Одна женщина, ходатай, которую я очень уважаю, поделилась со мной своим видением об огромной горе. Она сказала, Бог показал мне и другие вещи. Бог не поведет нас вокруг горы, Он не поведет нас поверх горы, Он проведет нас через гору. Эта гора разрушится, и как Израиль прошел через Красное море, так и мы пройдем через эту гору сквозь оппозицию во имя Иисуса. Если вы верите в это, то скажите «Аминь» и вознесите жертву хвалы. Одним из величайших вызовов во времена ковида. Одни считают, что это очередной вирус, а другие, что его создали генетики. Все это неважно, потому что это не влияет на то, что говорит Библия. Самое страшное во всем этом то, что люди переходят в режим выживания, теряя видение. Второе. Христиане переходят в режим кемпинга, ожидая возвращения Иисуса. Все говорят о последних временах, и вас скоро ждет цикл о последних временах. Верим ли мы в то, что у нас есть будущее? Одно дело, когда люди мира, неверующие, ходят как слепые в оковах страха. Но если вы доктор, а сегодня с нами много докторов, это самое безопасное место. Я здоровался со многими сегодня. Я знаю, что доктора сталкиваются со множеством переменных и негативом со стороны пациентов. Давайте даже не будем влезать в споры о том, сколько людей умирает ежегодно от обычного вируса гриппа. Давайте даже не будем затрагивать этот момент. Поговорим о вашем будущем, вашем бизнесе, вашей семье, нашей стране, нашем мире и Африке. Теперь мы понимаем, что сатана пытается разрушить все, что Бог приготовил для нас, и вместо этого реализовать свой план. Его план — это новый мировой порядок. Это очевидно. Нужно быть слепым, чтобы не понимать, что происходит нечто большее. Я считаю, что сатана хочет предотвратить определенные пророчества в Библии. Я был на шоу с Риамом. Многие знают его. Оно выйдет в октябре. Он умный человек, а мне нравятся умные люди. Они все христиане. Мы должны быть умными. Когда мы спасаемся, то не перестаем думать. Мы продолжаем задавать вопросы. Мы продолжаем анализировать. Мы продолжаем искать информацию, гуглить. Аминь. Он постоянно пытался узнать у меня, считаю ли я эти времена самыми последними днями. Я сказал ему, это действительно самые последние дни. Ведь если последние дни начались 2000 лет назад, то это самые последние дни. Но это не означает, что Иисус вернется завтра. И это также не означает, что Иисус не может вернуться завтра. Так что же нам делать? Мы должны жить морально, праведно, целостно. Словно Иисус вернется в любую минуту. Притча 29 глава 18 стих. Библия говорит, без откровения свыше народ не обуздан. Притча 29 глава 18 стих в переводе «Пэшн», когда нет ясного пророческого откровения или видения. Люди быстро уходят в сторону. Сегодня мало у кого есть ясное видение. Единственное видение. Вакцинируйтесь. Никто не говорит о лучшей экономике, лучшем будущем, лучший ЮАР и так далее. Лишь тьма и мрак. Все плохо, все страшно, один негатив. Это часть разрушения общества ради установления нового видения. Но, слава Богу, мы не ищем нового видения. Далее, переводим месседж, тоже местописание. Если люди не видят, что делает Бог, они спотыкаются из-за себя. Я поражаюсь тому, сколько христиан отошли от Бога и Библии, отдавшись в плен страха. Они не уверены в своем будущем. Я изучал Библию. В 80-х все только и говорили о том, что Иисус возвращается назад. Мы все были готовы. Тогда были такие фильмы, как «Оставленные». Помните? Мы боялись. Я не хочу оказаться в числе оставленных. Все думали, что Иисус вернется назад. А привело это к тому, что люди перешли в фазу святого сохранения. Церкви оставались маленькими, и ни у кого не было плана по развитию будущего. Люди просто держались, ждали возвращения Иисуса. Библия говорит, что там, где люди не видят, что делает Бог, они спотыкаются из-за себя самих. Мы должны увидеть Божий план в пандемии и в том будущем, что Бог приготовил для нас. Расширенный перевод. Где нет видения, нет искупительного откровения Божьего. Когда вы убираете Бога из общества, оно начинает распадаться. Я буду говорить о видении. Видение в вашей личной жизни. Видение церкви, семьи, общины, страны, континента и мира. Я сам не видел, чтобы кто-то делился видением по телевизору. Люди лишь угрожают. Они не несут видение. Видение освобождает. То, что происходит сейчас, это лишение нас свободы. Я проповедую себе. Хорошо, что здесь пустой зал. Недавно я говорил об этом. Люди не любят, когда я говорю прямо. А вот почему я стал целью для кое-кого. Во времена апартеида включали сирены, и ты должен был вернуться домой за определенное время. Сейчас сирен нет, но есть комендантский час. Когда наступает определенное время, мы должны быть в определенном месте. Ведь иначе нас арестуют. Вы об этом не задумывались, нет? Неужели вы настолько привыкли, что уже не ставим под сомнение происходящее? Я немного отвлекся от вопроса. Когда у тебя нет видения, от тобой легко манипулировать. Ты не задаешь вопросом. Когда у тебя нет видения, ты готов отказаться от свободы, ты хочешь просто пережить очередной день. Я здесь не для того, чтобы выживать, но процветать. Я здесь не для того, чтобы присматривать только за собой. Я здесь, чтобы менять мир, силы и Духа Святого. И вот почему я говорю, что наши лучшие дни еще впереди. Дьявол ничего не поделает с этим. Мы будем проповедовать в России, в Индии, в Пакистане. Мы откроем больше церквей. Мы будем совершать лучшие дела для Бога. Вы будете покупать другой бизнес. В то время, как одни будут убегать в страхе, вы будете покупать лучшие участки, лучшие дома. Лучшее, все лучшее. Бог сказал, что даже то, что вы не строили, попадет в ваши руки. Люди находятся в оковах страха. Это время возможностей для тех, кто вводим Духом Божиим, кто не боится и у кого есть видение Божие. Библия ясно говорит об этом. Надеюсь, политики услышат меня. Видение никогда не разделяет страну. Видение объединяет. Видение показывает каждому гражданину, какова его роль, несмотря на его убеждения. Или политическую принадлежность. Человек без видения – это человек без будущего. Ваше видение – это ваше будущее. А человек без будущего будет всегда возвращаться к прошлому. Что мы видим сейчас в мире? Люди возвращаются к старым путям. Недавно я встречался с главой полиции. Я был в шоке. Надеюсь, она слышит меня сегодня. Она сказала, что главное преступление, с которым они должны бороться, это распространение вируса, потому что тот убивает людей. Кто-то спросил ее, а как насчет убийств, как насчет изнасилований? Внезапно величайшим преступником становится человек, который, как они утверждают, распространяет вирус. В этом нет смысла. 18 человек в маршрутке не думают о том, чтобы другие были в безопасности. Это максимум людей в маршрутке вообще. При этом сколько угодно людей может зайти в торговый центр, не похоже, чтобы они слишком переживали за безопасность людей там, а вы говорите. Пастор, не нужно поднимать эту тему, а ее должен поднимать, потому что никто другой не делает этого. Разве вы не понимаете, что стоит на кону? Ваше будущее на кону. Послушайте, 500 тысяч детей в ЮАР потеряли связь с образовательной системой. Пол миллиона! У них нет доступа к онлайн-обучению. У них нет родителей, которые живут в изысканных домах с компьютером, за которым мог бы сесть ребенок. Его мать садится на три маршрутки, чтобы добраться на работу. У них дома нет современной техники. Эти дети потеряли связь с системой образования во имя безопасности. Я хочу спросить вас, братья и сестры, какое будущее у этих детей? Без образования, без работы, бедность, рост преступности, рост беременности среди подростков и так далее. Локдаун никогда не был оправданным. Мы должны были задействовать всех в обеспечении безопасности, превентивных мерах. Мы должны были помочь людям, чтобы общество могло развиваться дальше. Ведь когда вы крадете надежду, вы разрушаете будущее ребенка. Сколько из этих полумиллиона детей должны были стать новыми докторами, политиками, юристами? Меня поражает то, что проповедники, пасторы и политики вообще не думают об этом, как никогда наш мир нуждается в видении и праведном лидерстве, видении, которое не несет страха или контроля. Люди, впервые другие начинают играться с вашей волей. Если это не тревожит вас, то пойдите и выройте себе могилу сами, а затем залезьте в нее впервые. Вы не можете распоряжаться своей жизнью. Это изменится. Я говорю, это изменится. Нам не поможет, если все будут говорить «Аллилуйя» и игнорировать происходящее. Я думаю не о себе, но о будущем и о своих детях, о внуках, о правнуках и так далее. Что-то должно измениться. Праведность должна победить. Зло должно быть раскрыто. Планы должны быть раскрыты, чтобы народ Божий жил в свободе. Так что можете воскликнуть «Аминь» и прославить его. Нам нужно видение о лучшем будущем. Видение о лучшем будущем. Я не доктор, но повидал достаточно докторов. Некоторые из них сидят прямо здесь, сейчас. Они говорят мне, пастор, вы не должны тягать тяжести, чтобы у вас не было болезни сердца. Это профилактика. И при этом власти хотят, чтобы церкви были закрыты. Почему так? Ясное видение зажигает надежду в нашем мире, но тем, кто поступает, так пытаются закрыть рот. Я хочу напомнить вам, что сны и видения – это язык Духа Святого. В Деяниях – это 2 глава, 17 стих – сказано. «И будет в последние дни». «Это последние дни», – говорит Бог. «И залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши». Что такое пророчество? Мы говорим о лучшем будущем, о благосклонном будущем. Мы провозглашаем Слово Божие. Мы провозглашаем не страх, а надежду, прорыв, процветание и единство. Мы провозглашаем то будущее, которое Бог задумал для нас в силе и помазании Духа Святого. «Юноши ваши будут видеть видение». Я все еще вижу видение. Аллилуйя. Я еще не видел сновидение. У меня были кошмары, но не сновидение. И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Если вы в 30 видите сновидение, то вы уже старец. Если вы в 60 видите видение, то вы юноша. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Библия говорит. «Не видел того глаз и не слышала уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это, может, через ВОЗ? Бог открыл это через ООН, который хочет установить новый мировой порядок. Бог открыл нам это Духом Своим Святым. Я советую вам задуматься. Нам Бог открыл это Духом Своим. Мое будущее – это не только то, что я вижу по телевизору. Мое будущее – это не то, каким мне его представляют политики. Мое будущее определяет мой Отец, мой Бог. И планы Моего Бога победят, а планы врага нет. Эти горы разрушатся. Эти обманы раскроются. Народ Божий поднимется и засияет, принесет надежду и исцеление. Мы увидим великое движение Духа Божьего. Евангелие будет проповедано. Люди будут спасаться. И тогда наступит конец. Как вы думаете, чем занят сатана? Мы еще посмотрим Евангелие от Матфея, 24 главу, когда Дух Святой поведет меня к этому. Ученики задали Иисусу три вопроса. Иисус ответил на эти вопросы тремя периодами. Мы находимся в третьем ответе – беззаконие. Любовь многих охладеет. Но Евангелие Царства будет проповедана в свидетельство всем народам. И вот тогда-то наступит конец. Если сатане удастся остановить проповедь Евангелия в мире, Бог не сможет быть Богом, потому что Бог не может быть неверен своим словам. А вот почему даже когда люди спорят со мной, другие пасторы борются со мной. Главной целью становится церковь, христианство. Это красная точка цели. К сожалению, из-за этой цели страдают и другие сферы. Так бывает в любой мишени. Я говорю о развлечении, спорте и культурных мероприятиях. А также о политических собраниях. Но центр – это церковь. Сатана всегда нацелен на центр. Я говорю об этом, потому что мы должны быть внимательными. Церковь спит. Люди спят, христиане спят. Они думают лишь о себе и о своем. Я хочу быть в безопасности. Ради чего? Ты готов спрятать свой талант, чтобы быть в безопасности? Мы все умрем. Каждую неделю люди умирают. Наши близкие умирают. Мой брат умер преждевременно. Но в Библии есть чудесный стих, который говорит, что люди, умершие преждевременно, избегают страданий, с которыми сталкиваются другие. Даже в этом есть победа. Павел говорит, смерть – где твое жало? Дух смерти не контролирует нас. Мы не боимся смерти. Люди умирают, и мы все умрем. Пора просыпаться. Мы все умрем, но мы не умрем все от вируса. Мы все не умрем от какой-то конкретной болезни. Мы все умрем. Мы так привыкли бояться, что перестали думать. А если мы перестаем думать, то перестаем мечтать. Мы поставили корону, венец выше венца Бога. То есть мы поставили ее выше снов и видений, которые Бог подготовил для нас. Если сатане удастся остановить проповедь Евангелия, а это ему не под силу, то это означает, что Бог лжец. Бог говорит, что это должно случиться перед тем, как наступит конец. И я, стоя на этой сцене, Эд Бошев, епископ, апостол, кардинал, святой, какой бы титул не был важен людям, я могу применить его к себе. Что я думаю? Я думаю, что сатана хочет предвосхитить определенные события. Вот почему церковь является целью. Ведь если ему удастся остановить проповедь Евангелия, то это будет означать, что пророчество – это ложь. А вот почему мы не можем спать. Мы должны сфокусироваться на проповеди Евангелия Иисуса Христа до концов земли. А вот почему нам нужно, чтобы наши церкви были открыты, чтобы мы могли безопасно и ответственно мобилизовать своих людей на исполнение данного задания. Не имеет значения, сколько операций на сердце вы сделали. Это хорошо, но вопрос в том, сколько людей спаслось благодаря вашему свидетельству и финансовым вкладам, молитвам, проявлениям любви. Вот что важно для небес во имя Иисуса. Вопрос не в том, чтобы вы просто сидели со своими детьми и были в безопасности во всякое время, «Независимо от того, что говорят люди, я верю в Слово». Библия говорит, что Бог знает намерения о нас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Я понимаю, что должны исполниться определенные библейские предсказания. Молитва может отсрочить неизбежные, как говорят библейские предсказания. Вы понимаете это? Я говорю, что мы можем отсрочить. Впервые ученым не позволяют открыто дискутировать по поводу лечения какой-то болезни. Есть лишь один сценарий. И все должны следовать только ему. Это не тревожит вас, нет? Суть науки — освободиться. Когда-то ученые считали, что мир был плоским. Но теперь люди считают по-другому, что Земля круглая. Эй! Я начал с того, что сказал, что мы должны жить так, словно Иисус может вернуться в любую минуту. Но мы также должны строить планы, созидать и развивать так, словно Он никогда не вернется назад. Ни либо-либо, а то и другое. Когда Иисус вернется, то назовет тех, кто просто сидел ики с ленивыми и неверными слугами. А тех, кто работал, Он назовет верными слугами. Это... Я больше не хочу называть эту вещь. Она украла у людей видение с помощью злых людей. Библия говорит, и участвовать с выдержкой в том забеге, который Он подготовил нам, мы должны сбросить всякую тяжесть, отчаяние, страх, тревогу, одиночество и потери. Не имеет значения, что это. Я знаю, что все это реально, но они были реальны всегда. Слышите? Чума уничтожила 5% населения мира за несколько лет. Тем людям пришлось пройти через нее и восстановить все. И точно так же поступим и мы. Но все начинается с ваших отношений с Иисусом Христом. Возможно, вы никогда не посвящали свою жизнь Иисусу. Возможно, вы служили Богу, но охладели. Так положите руку на сердце и скажите, Господь Иисус, сегодня я отдаю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты Христос. Я верю, что Ты умер из-за мои грехи. Ты воскрес из мертвых и живешь сейчас. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Спасибо за новое видение и надежду на лучшее будущее. Используй меня во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Мы любим вас. Аллилуйя. Давайте вознесем Господа. Аллилуйя.